Всем привет! Я рада приветствовать вас у себя на канале. Канале начинающие дачницы. Сегодня у нас суббота. Я собираюсь на первую торговлю ранней зелени в этом сезоне. Пришла вот так в тепличку. Погода не очень. У нас уже какой день идут дожди. Надеюсь, что сегодня погода даст немножко мне постоять на рынке, что-то продать. Завтра у нас праздник Пасха, поэтому думаю, что к празднику зеленушку будут брать. Сейчас буду искать редисочку. Она уже такая большая, готова к продаже, поэтому время терять нечего. Вчера перевалила в кашпо вот так петуни и прикрыла на ночь, потому что все равно прохладно. Сейчас посмотрю, как они переночевали. Салатика немножко возьму. Ну и буду готовиться к рынку. Сейчас в 7 утра. Решила так все делать пораньше, чтобы часиком к 10 быть уже на рынке. Пришла во вторую тепличку. Буду сейчас выдергивать лучок. Как всегда, плохо он отходит, приходится подкапывать. Вот такой он уже красиведный, подрос. Здесь редиска, конечно, поменьше. Садили мы ее на 2 недели позже, но все равно есть уже большенькая. Сейчас ее всю уберем. Мамуля мне помогает. И буду вязать пучки. Ну вот так. Подготовила редиску, подготовила лучок. Сейчас буду зачищать лук. Котик тут со мной. Котик. Помощник. Сейчас буду защищать лучок. Вязать пучки. В общем, не просто все это. Подготовиться к рынку. Все сделать так, как я хочу. Все аккуратненько. Ну, все навяжу, включусь, покажу вам. И буду собираться дальше. Вот так подготовила корзиночку с зеленью, редиска, лучок. Моросит дождь. Погода отвратительная. Ну, буду надеяться, что я быстренько все продам. И погода мне будет не помехой. Пришла на рынок. Вот так разложилась. Уже начала торговать. Столик сегодня не брала. Торгую с корзиночки. Потому что ехала своим ходом. Тяжело мне было это все вести. Ну, потихоньку продаю. Лучок продала, редисочку. Буду стоять. Не скажу, что много сегодня людей. Немного. Но очень надеюсь, что быстро все продам. И пойду домой. Пожелайте мне хорошей торговли. Значит, по ценам так скажу. Я начала торговать все по 2 рубля 50 копеек. Вставлю, сколько это в российских рублях. Чтоб вам было понятно. Не знаю, это дорого или дешево. Но меня устраивает. Это самое главное. Все, буду торговать. Прошло где-то 30 минут. Вот так у меня осталось. 2 пучка редиски, 2 лука. Сегодня торгую с Софьей. Чеклот. Помогает мне. Люди потихоньку начинают ходить. Сейчас, думаю, быстренько допродам. И пойдем домой. Смотрите, какое у нас уже лакомство появилось. Вот такая первая зеленушечка, черемша. Женщина пришла продавать. Выросла она у нее на своем приусадебном участке. Потому что реализовывать черемшу из леса у нас запрещено. Поэтому пока торгуют тем, что сами нарастили. Стоит такой букетик рубль 50 белорусских рублей. Вставлю обязательно, сколько это в российских. Говорят, что очень вкусный салатик. Я не пробовала. Напишите в комментариях, вкусно ли это, нравится ли вам. Пришла женщина вот с такими гладиолусами. Посмотрите, какие красивые луковицы. Все сортовые, все разные. И красные, и бордовые, и сиреневые, оранжевые. Все подписаны. Вот такие есть, какие-то махровые. Ну, в общем, красота. Я люблю гладиолусы. У меня их немного, правда, на участке, но люблю. Вот такие домашние. Скорлупу яйца. В воду настаивается 4 дня. Вот, слышали, народные средства для подкормки цветов. Скорлупа настаивается 4 дня. Разводим в теплой воде и подкармливаем такую красоту. Тут кустик, не хотите, вигела у меня чудесно. Розовый. Вигела розовая. Если бы я еще что-то в них понимала. Вот такой. Сейчас покажу женщина. У меня бордовый и розовый. Но пока розовый. Сколько он такой стоит? По 10 рублей. 10 рублей. А это рядышком фикус? А вот рядышком фикус? А сколько он? Ну, рублей 6. Рублей 6. Ну, в общем, красота. Гладиолусы видно, что сортовые. Сортовые, да. По рублю маленькие по 30, да? Вот эти по 30, которые... Ага, ага. Эти тоже я по 30 дам, потому что не знаю, какого цвета они тут есть. Да, 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 да. А та где-то крупная по рублю. По рублю. По 60, по 75. Ну, в общем, красота. По традиции покажу вам медик. Приехала вот женщина. Привезла вкусняшечку. Цены не меняются. 7 рублей за пол-литра. Литр 14 рублей. Это какой медик? Июньский? Да. Июньский, светленький. Видите, я уже стала профессионалом. Не имея пчел, могу различить, какой медик. Пришла я уже домой. Дорговала сегодня очень мало по времени. Все быстренько продала. Погода ужасная. Поливает. Дождик. Просто стоять некомфортно. Хорошо, что люди быстренько у меня все раскупили. Не знаю. Многие соседи говорили, кто вот торговал рядом, что это очень дорого. Я продаю. Но, опять же, хочу сказать то, что цену устанавливает продавец. Если бы я видела, что мой товар не берут, за эти деньги, естественно, я бы цену как-то делала меньше, уступала для того, чтобы продать. Ну, а если есть спрос за эти деньги, смысл ставить сразу низкую цену. Поэтому хотела бы посоветовать тем, кто идет торговать, все-таки оценивать здраво конкурентоспособность. Смотреть, есть ли похожий товар. Смотреть качество вашего товара. Соответствует ли он цене. Ну, и в общем, не бояться, а ставить ту цену, которую вы считаете приемлемой. На ваш взгляд, а не на чей-то. Продала я все сегодня. У меня было 10 пучков лука и 7 редиса. Ну, все. Сейчас дня через два снова пойду в тепличку. Снова буду вязать, собираться, идти на рынок. Буду реализовывать. Снова призываю всех не стесняться, не бояться. А идти торговать, продавать. Просили меня еще рассказать про документы, которые нужны для того, чтобы торговать на рынке. Обязательно сделаю отдельный ролик в ближайшее время. И все расскажу. Ну, а на сегодня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами была я, Анастасия. И канал Блог Начинающей Дачницы. Всем до новых встреч. Всем пока.